Всем привет! С вами Сюзанна, и сегодня мы посмотрим, что же случилось с рисунками, раскрашенными необычными материалами, спустя практически год. Да, я их все сохранила, чтобы через время как раз-таки посмотреть, что же с ними случилось, потому что в основном все эти рисунки были раскрашены какой-то едой, а еда, знаете ли, имеет свойство портиться и дружить с плесенью. Поэтому давайте начинать с самых маленьких, вот этот вообще выглядит довольно странно с обратной стороны, но на самом деле он нормальный, потому что был раскрашен с помощью лимонного сока и огня. Как видите, с ним особо-то ничего и не случилось, остался таким, каким и был. Давайте посмотрим второй рисунок. О, как я помню, этот был раскрашен Кока-Колой и пищевыми красителями. Могу сказать, он остался абсолютно таким же, ни оттенок цвета, ни яркость его не поменялась. Идем дальше, на очереди третья работа. Это было раскрашено, по-моему, то ли Скитлсу конфетками, то ли М&Мс, но, по-моему, М&Мс. Сразу, что я заметила, он стал немного блестеть, вот посмотрите, и слегка липнет. В некоторых местах он вот так вот совсем-совсем слегка липнет на руки, но ничего страшного. В принципе, остался таким же, также цвет особо-то не потерял, но все же, мне кажется, что раньше был немножечко ярче, особенно в зоне футболки. Ну, а так рисунок вроде бы держится и остается в цвете. Следующая работа. О, это у нас Angel Dust. Я точно помню, что раскрашивала его зубной пастой. Конечно, в пасту я дополнительно добавляла красители, потому что, ну, розовой и желтой пасты, в принципе, нет. Да, если бы даже она была, то такого бы цвета она бы не дала. Если смотреть со стороны, то вроде бы все такое, как и было, но нет. Посмотрите, в зоне его век появились какие-то белые пятнышки. Не знаю, возможно, это просто из-за того, что паста прям очень сильно уже высохла. Даже вот здесь на воротничке видны явные изменения. Представляете, если он еще через некоторое время станет абсолютно белым? Да уж, вот это будет прикольно. Ну, а мы пока что продолжаем. Этот рисунок у нас был раскрашен пластилином, и, как видите, с ним ну прям вообще ничего не случилось. Даже пластилин не полопался. Знаете, я думала, со временем пластилин даст какие-то трещины, будут небольшие расколы, но даже при том, что я вот так вот загибаю бумагу, тут ничего не происходит, он цельный. На волосах также держится довольно хорошо и немножечко поблескивает. Вот, смотрите, в этих местах. В общем, рисунок пока что держится, и я думаю, что даже через года-два с ним ничего так и не случится. В отличие от других рисунков, которые были нарисованы едой. Но этот, опять же, не из этих, потому что он был раскрашен аквагримом. Хотя, вот, несмотря на то, что я так вагрим, но рисунок стал немножечко потускнее, потому что раньше он был намного ярче. Да и вот в этой области лицо немножко потемнело. Так, долго задерживаться не будем, и продолжаем. Данный рисунок, как видите, у нас был раскрашен блестящим клеем. При высыхании бумага немножечко смялась, вот так прям скрутилась, сжалась, так сказать. Но сам цвет и блестки не подпадали, ничего не изменилось. Тут, правда, чуть вытекло, но это было, в принципе, изначально. А так, если этот клеем носить аккуратно и не так много цветов, как это сделала я, то, в принципе, будут служить довольно долго, и тут не о чем беспокоиться. Ох, ну а теперь пошли рисунки, раскрашенные едой. Вот, например, шоколадом. Кто помнит это видео, то я раскрашила его шоколадными карандашами. В принципе, цвет не изменился, только в некоторых участках, где мало шоколада, он стал немножечко посветлее. А еще, знаете, мне очень прикалывает этот эффект, что оно немного такое мягкое, вот как будто бы ты трогаешь бархат. Прямо это довольно забавно, но плесени я здесь не наблюдаю. Думаю, если держать рисунки в сухом и темном месте, то ее, наверное, и не будет. Ладно, это поспешные выводы, возможно, на каком-то из рисунков все-таки и будет плесень. Воу, ребят, посмотрите на это, это что такое? Мне кажется, или это реально плесень, знаете, выглядят как будто бы какие-то сотые. Если вам видно, они находятся еще вот тут. Ну, короче, там, где больше всего было налеплено шоколада. Да, уж не знаю, что с ним случится через время, но мне уже страшно за этот рисунок. Давайте посмотрим дальше, мало ли здесь еще какие-то экземпляры интересные. Фуф, но этот раскрашен чаем, с ним, в принципе, ничего не изменилось, только цвет стал немного таким, можно сказать, равномерным. Он был довольно яркий, но сейчас более пастельный и смотрится вполне прикольно. Не буду долго зацикливаться на одной работе, давайте продолжим дальше. Этот Санька был раскрашен глазорью от печеньки, но, как вижу, с ним тоже ничего не случилось. Хотя небольшие бледные потеки на нем появились. Так, ну давайте дальше. О, этот рисунок был раскрашен косметикой, но с ним, по-любому, в принципе, ничего не случится. Яркость он также не потерял. И посмотрите, вот до сих пор губки блестят, пластыри также блестят, глаза, волосы, кружочки. Ну, довольно прикольно смотрится. Продолжаем. И посмотрите, это у нас Саня, практически один из первых рисунков, которым я раскрашивала такими необычными материалами. И поскольку у нас уже, он, так сказать, со стажем, ветеран, то на его курточке появилась плесень. Ого-го! Не только на курточке, но и на волосах. Ах, посмотрите, вот эти вот белые пятна, они, знаете, еще немного так противно воняют. Лучше, конечно, это не нюхать, но я ради интереса. Блин, ну это очень стремно, гляньте. Вот тут ее вообще очень много, она такая белая, потому что слой шоколада довольно толстый, и она тут образовалась. Да уж, вот это сюрприз, и вот здесь, посмотрите, плесень. Фу, лучше, блин, ее не трогать. Представляете, даже на сводчах есть плесень, офигеть! Да уж, оказывается, Саня у нас с гнильцой. Ладно, немного успокоились, давайте дальше. Надеюсь, на других рисунках не будет столько плесени. Например, вот этот вот был раскрашен кофе. Но, в принципе, я вот так вот визуально смотрю и не вижу никаких изменений. Он остался таким же ярким, и нет никаких признаков плесени. Это хорошо. Давайте посмотрим на другие, мало ли, да? О, ну этот был раскрашен конфетками Skittles, и тоже все нормально. Опять же, появился такой вот немножечко поблескивательный эффект. Вот, но они не липкие, как прошлые с M&M's. Хотя, знаете, знаете, в некоторых местах все-таки липнет. Да, липнет. Но ничего страшного, в принципе, он не изменился. Хух, осталось совсем немножко, и, надеюсь, результаты будут нормальными. Ой, ребята, рано я поспешила, потому что и здесь я вижу небольшую плесень. Вот это все такое мохнатое и так жутко воняет. И вот здесь видно, вот тут, а вот оно такое, знаете, прям мягкое. Ой, я нашла вот здесь вот участок, где вообще много плесени. Она не такая белая, но все же. Да уж, Жан меня тоже удивил. И, кстати, он был раскрашен нутеллой. Так, предпоследний рисунок, и это у нас юнбум, раскрашенный мороженкой. И знаете, что все вот эти вот цветочки, где она лжила довольно толстый слой мороженого, они заплеснили. Да-да, посмотрите, вот это вот все, это плесень. Она такая мохнатая. А вот на волосах от черного мороженого плесени нет. Ну, а так рисунок никак не изменился, остался таким же ярким и симпатичным. Ну, и, наконец-то, последняя работа. О, у нас вот такой вот мальчик. Я не помню точно, чем я его раскрашивала, но по запаху это тянет на какой-то шоколад. Посмотрите, в зоне волос он стал таким шершавым, потому что здесь толстенький слой. Вот, но, в принципе, плесени я здесь не вижу. Да, и яркости он своей не потерял. Ну, что ж, ребят, на этом было все. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, как же изменились данные рисунки спустя практически год. Это довольно длинный срок. Вот, но, в принципе, они остались практически такими же, например, как вот этот, вот этот, или же вот эти вот. Но все-таки есть у нас два таких экземпляра, которые прям меня удивили, потому что раньше на нем было намного меньше плесени, но она продолжает расти. Конечно же, эти рисунки я оставлю, опять же, положу в свой шкаф, и, возможно, через годик мы посмотрим, что же с ними случилось. Хотя я думаю, что все будет такое же, ну, кроме вот этих двух, потому что они прям выделились. Ну, что ж, ребят, на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Также внизу, по ссылочке в описании, будет ссылка на Инстаграм. Там я часто провожу трансляции, выкладываю разные посты, рисунки и всякие видюшки. Так что не забудь заглянуть. Ну, а мы встретимся уже очень скоро в следующем видео. И пока-пока!